МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяна Молокова. Главные новости страны Чуваши в материалах репортеров нашей программы. Смотрите сегодня. Студенты и специалисты завода. Уникальная разработка. Ради чего объединились новички и профессионалы Чуваши? Как такой симбиоз поможет нефтегазодобывающей промышленности всей России? Они вкладывают душу в свое дело и работают, не покладая рук. Кому и за что сегодня вручили ордена? Их еще не забрали в армию, но они уже собирают АК-47 в военной форме, как старшеклассники Чуваши проявляют себя в спортивных играх Зорница и Орленок. Как развивать туризм в Чувашии? Какой потенциал у республики в этом направлении? Какие проекты уже осуществляются? Какие в планах? Все это обсуждали сегодня на конкурсе мастера гостеприимства с главой Чуваши Олегом Николаевым. Напомню, столица Чебоксар стала центром притяжения для 139 специалистов в области туризма из 54 регионов России. Все они представили проекты по развитию туристической привлекательности своего края. О том, как дела обстоят в Чувашии, Анна Центовская. Мокринский мост, музеи космонавта Николаева и Камдива Чапаева, монастыри Алатаря, а главное – Волга. Такой топ-5 туристических мест в Чувашии выделил для себя Олег Николаев. На деле таких гораздо больше. У региона большой туристический потенциал. Необходимо его раскрыть. В формате вопрос-ответ участники конкурса смогли задать свои вопросы главе Чувашии. И их оказалось много. Узнать об индустрии гостеприимства в Чувашии интересно каждому. А Петербург уже очередной год признан столицей культурного туризма. Нижний Новгород, мы вчера услышали, что признан столицей детского туризма. Казань признался столицей гастрономического туризма. Планируется ли Чувашия развиваться в каком-то конкретном виде туризма, чтобы стать его столицей? Чувашия во время Советского Союза производила 80% в мире КСССР, а сейчас производят 93% в мире России. Это направление мы тоже планируем по себе, естественно, развивать. И вот как раз вот первый вот этот вот заход, буквально в ближайшие дни, он тоже направлен на то, чтобы соблюдительно закрепить за нами вот такое вот туристическое направление. Недавно по маршруту Чебоксар и Казань начали ходить в Алдай. В планах и дальше развивать коммуникации между регионами России. То, что полуфинал всероссийского конкурса проходит в Чебоксарах, помогает развитию туризма. Несомненно, для нас это очень важно, потому что все мы сейчас активно заняты раскрытием внутреннего потенциала с точки зрения туристической привлекательности. И вот когда специалисты из 58 регионов приехали, демонстрируют свое мастерство соревновательности, еще ярче это делают. Для наших специалистов и людей, которые занимаются развитием туризма, это великолепная возможность увидеть лучшие практики, наполниться замечательными эмоциями, идеями, а дальше только надо работать. Такой обмен опытом и практиками также полезен для всех приезжих специалистов. Во вторник в 10 часов вечера станут известны имена победителей конкурса. О том, какие туристические проекты завоевали сердца самих участников и членов жюри, завтра в программе «Республика». Эффект успешной замены. Очень часто выход из зоны комфорта становится катализатором новых идей. Курс на импортозамещение в стране был взят еще в 2014 году. Поэтому уже есть результаты в разных отраслях. Так, в Чувашии молодые умы за три года разработали уникальную резину-уплотнитель для нефтегазодобывающей промышленности. В Чебоксарах на базе химико-фармацевтического факультета ЧГУ студенты, преподаватели вуза и специалисты производственного объединения имени Чапаева представили совместный проект, который уже зарекомендовал себя в работе. В небольшой лаборатории студенты скромно рассказывают о своем изобретении. Это полностью наша отечественная разработка. Такие уплотнительные элементы применяются в нефтегазодобывающей промышленности для герметизации межтрудного пространства при проведении различных технологических операций. Такие уплотнительные элементы могут вполне заменить импортные аналоги. Эти уплотнительные элементы разработаны полностью из отечественных материалов. Значение изобретения колоссальное. Для добычи нефти и газа используется специальное оборудование, которое должно работать в критических условиях. Одно из устройств буровых – пакер. Это приспособление загружают в скважину для перекрытия и герметизации ее отдельных пластов. Главная часть пакера – уплотнительный элемент для герметизации. Для него используется резина специального состава, которую и разработали студенты Чуварского госуниверситета. Получили интереснейшую модель – уплотнитель, который используется в нефтегазодобывающей отрасли. Действительно, направление на сегодняшний момент приоритетное и в том числе стратегическое. Если мы говорим о распространении, в том числе и освоении тех шельфов, которые находятся на крайнем севере Арктики, где Российская Федерация все больше и громче заявляет о своем присутствии. А, конечно же, разработка Чуварского госуниверситета на сегодня очень актуальна и применима в нашем реальном секторе экономики. Свойства этих уникальных сегодня для российского рынка резин – они в полтора раза лучше, то есть они более термостойкие, они более износостойкие. Это, я не знаю, десятки, сотни миллионов экономий, если посчитать по всей отрасли. Идет целая серия этих резин, которые продаются на большие суммы заводам имени Чапаева, нашим технологическим партнерам. Вот этот проект поддержан государством. Проект ЧГУ реализуется совместно с Чубаксарским производственным объединением имени Чапаева. Технология рецептуры уплотнителя уникальна. Российская резина отличается термо- и износостойкостью. Мы изготавливаем пакера, водонабухающие, нефтенабухающие, и параллель нами были разработаны надувные пакера, аналогов которых в нашей стране сейчас нет. Наши отечественные разработки обладают более улучшенным комплексом свойств, которые позволяют использовать изделия в более глубоких скважинах и при более интенсивной добыче нефти. Симбиоз между госуниверситетом и заводом. Вместе разработали рецептуру, технологии изготовления деталей, приобрели лабораторное оборудование. Создали производство. Реализация уплотнителей в прошлом году принесла более 30 миллионов рублей. Сервисные компании пакерные очень интересуются именно отечественными уплотнительными элементами, потому что существуют сбои в поставках импортных деталей и изделий. И российское производство, оно может решить проблему для нефтедобывающей отрасли. Управление стратегическое, потому что нефть – это все-таки стратегия нашего государства. Поэтому считаю, что мы движемся в правильном управлении. Работа на этом не заканчивается. Рецептуру уплотнительных элементов продолжают совершенствовать. Хотят достичь еще большей герметизации. Татьяна Трофимова, Сергей Емельянов, Республика. Как правильно организовать работу Совета Дома? Наладить отношения с управляющими компаниями и заключить договор на обслуживание? Как разобраться в суммах квитанций за услуги ЖКХ и узнать, как расходуются средства на текущий и капитальный ремонт? На эти и другие вопросы можно найти ответ, если пройти обучение в школе грамотного потребителя, координатора федерального проекта «Партия Единая Россия». Милина Алексеева продолжит. Вопросов, которые возникают у жителей, как многоквартирных домов, так и частных, немало. Как благоустроить придворовую территорию или организовать парковку, оформленную по всем правилам? Как разобраться в суммах квитанций за ЖКХ и другие? Ответы помогают найти координаторы партийного проекта Размик Мамиканян и директор управления жилфондом «Чебоксар» Андрей Шестаков, который проводит встречи с жителями во дворах домов. Мы вышли посмотреть ход работ, который об благоустройстве при домовых территориях многоквартирных домов. Мы смотрим, мы слушаем также людей, какие их пожелания в дальнейшем, чтобы включить любой дом, как начинается с входа, с подъезда. В дальнейшем будем в этом же темпе работать. Такие встречи помогают жителям Чувашии разобраться в своих проблемах, рационально использовать коммунальные услуги и решить другие вопросы. В 2022 году по городу Чебоксары в рамках двух программ планируется провести ремонтные работы и работы по благоустройству дворовых территорий, которые в себя включают 146 многоквартирных домов, в которых проживает 62 тысячи наших горожан, наших жителей. Первая программа – это в рамках Дорожного фонда развития транспортной системы города Чебоксары. Ну и вторая программа – это подпрограмма благоустройства дворовых территорий. Эти программы предусматривают ремонт проездов, парковок и тротуаров. Общий объем финансирования в 2022 году составляет более 286 миллионов рублей. Все работы планируют завершить до 1 октября текущего года. Ольга Алексеева, Милена Алексеева, Алексей Зотиков, Сергей Емельянов, Республика. Заслуженный строитель, учитель, медик за многолетний опыт и добросовестный труд представители самых разных профессий сегодня получили государственные награды. Что нужно сделать, чтобы на груди появился орден и какие эмоции испытали награжденные? Далее. Юрий Иванщиков постоянно придумывает что-то новое и полезное. В числе его изобретений устройство для удаления наледи на дорогах, а также прибор для перемещения воды в засушливые регионы. Сегодня Юрий Васильевич получил почетное звание – заслуженный изобретатель Чувашия. Моя изобретательская деятельность затрагивает почти все отрасли народного хозяйства. Смысл заключается в том, что попытаться увидеть то, что обычно не видно. Хочется помочь России и себе тоже, конечно. Быть родителем – тоже профессия. И не из легких. Особенно, когда семья многодетная. Ордены «Родительская слава» удостоились две семьи – из Урмарского и Бресинского районов. Наградили и учителей. Заслуженным учителем Чувашии сегодня стала Оксана Ильина. Педагогике она посвятила 25 лет. Это, я думаю, заслуга не только моя. Это заслуга моих школьников, их родителей. Заслуга моих педагогов. Каждый из награжденных вносит большой вклад в развитие Чувашской республики. Кто-то воспитывает подрастающее поколение, кто-то лечит, а кто-то создает комфортную среду. Вы являетесь очень ярким примером для подрастающего поколения, для своих коллег. И убежден, если не каждый, то большинство из вас является наставником для большого количества начинающих специалистов в ваших отраслях, в ваших сферах деятельности. Полученные сегодня благодарности, грамоты и ордена станут не только отметкой успехов, но и стимулом стремиться к большему. Анна Центовская, Алексей Изотиков, Бахтияр Велиев, Республика. Старшеклассники сменили школьную форму на береты, футболки, военные брюки и высокие берцы. В Чувашии открылся первый фестиваль патриотических объединений «Я патриот». В лагере «Звездной» стартовали республиканские военно-спортивные игры «Зарница и Орленок». Строевая подготовка, кросс, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата Калашникова. Все это умеют и практикуют юнормейцы. Вот уже пятый год «Зарница» и «Орленок» разворачиваются в Цивильском районе в лагере «Звездный». Среди участников ребята, которые проявили себя уже на уровне страны. Роман Скляр – ученик первой школы имени Героя Советского Союза Силантьева Цивильского района, победитель всероссийских президентских спортивных игр. Участие в юнормейских играх – это не только возможность показать себя на спортивных дистанциях. Важнее прикоснуться к патриотическому наследию, доказать свою верность к родине. Это ребята, которые, начиная уже даже с начальной школы, начинают участвовать в различных военно-патриотических клубах, поисковых отрядах, в школьных музеях, занимаются краеведением, изучением своей истории малой родины. «Зарница» и «Орленок» – это один из этапов патриотического воспитания, куда приглашается самая лучшая команда муниципалитетов. Спортивные, ловкие, смелые и помнящие своих героев. Каждая команда на военно-спортивные игры сделала стенд в память учеников своей школы, которые защищали родину. Самое главное, мне кажется, здесь еще вырабатывается коллективизм, если так можно сказать, умение дружить, чувствовать плечо друг друга и работать в команде. Вот эти составляющие очень важны, важны вообще всегда в жизни. Ну, я вот как раз и желаю, чтобы вот здесь, соревнуясь, чтобы ребята были сконцентрированы именно на таких моментах, чтобы максимально каждый был нацелен на раскрытие самого себя. Лучшая команда республики представит Чувашию на всероссийском слете юно-армейцев. Период экзаменов подходит к концу, а значит, у выпускников приближается время выпускных. В мемориальном комплексе «Победы» сегодня проходит республиканский кадетский выпускной бал с места событий Милена Алексеева. Мы находимся в мемориальном комплексе «Победа» выпускников. Кадетов сегодня очень значимый день. С одной стороны, они оканчивают школу, что очень грустно, с другой, перед ними открываются новые двери, а значит, новые возможности и перспективы. Мы попытались провести имени в виде кадетского балла, потому что, действительно, кадетский бал – это, наверное, та составляющая гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания наших школьников, где, с одной стороны, это проявление красоты, а с другой стороны, конечно же, патриотическая черта, которая исходит от них. Совсем недавно для выпускников развенел последний звонок. И вот теперь экзамены остались позади. Вместе со всеми волнениями и переживаниями. Сегодня я пришел сюда с радостными эмоциями. Я заканчиваю 11 класс. Это очень длинный путь, который мы прошли, и я в том числе. Я думаю, что я прошел его с гордо поднятой головой. С одной стороны, мы этот день очень ждали, нам было очень интересно, как он пройдет, мы готовились. Но, с другой стороны, мы очень не хотим расставаться с школьными друзьями, потому что в последнее время мы очень сблизились, еще лучше начали друг друга узнавать. И грустно, потому что мы уже расходимся. В протяжении многих лет они учились быть защитниками Родины. Сегодня выпускники кадетских школ и классов республики под руководством командиров взводов выстрелись в походную колонну. На торжественное мероприятие прибыл глава Чувашской республики Олег Николаев. Вы, выбирая, помимо основной учебы, еще и направление личного участия в патриотическом движении, дополнительным занятием воинской подготовкой, спортивной подготовкой, изучением и иных составляющих, которые очень важны для дальнейшей жизнедеятельности, проявляете очень сознательное отношение к жизни. Выпускников ждет светлое будущее. Самое главное – смело идти вперед к намеченным целям. Милена Алексеева, Бахтияр Милеев, Республика. Продюсерский центр Андрея Кончаловского ищет среди жителей Чувашии людей, похожих на Ленина, генерала Корнилова, Николая II и Распутина. Актеры нужны для съемок в художественно-историческом сериале про начало 20 века. Я ищу повсюду. То есть я могу пойти на рынок и увидеть там кого-то похожего на Корнилов и подойти поговорить с человеком. В автобусе, я не знаю, в метро. Это абсолютно тотальный кастинг. Ленин 35-40 лет, Распутин 40-45 лет, Николай II 35-40 лет и Лавр Корнилов, генерал Корнилов 40-45 лет. Но если вы там выходите куда-то в пределы, там 3-5 лет, в любую сторону, то это тоже не страшно. Те, кто хотят попробовать себя в роли известных исторических деятелей и считают, что похожи на них, должны прислать свои фотографии в анфас, профиль и в полный рост на почту kassinema1sobako.gmail.com 8 медалей выиграли легкоатлеты Чувашии на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В стартах, прошедших на стадионе Олимпийский, приняли участие 375 спортсменов из 50 регионов страны. Они определили сильнейших в беге на дистанциях от 100 до 5000 метров, прыжках в длину, высоту, метании диска, копья, клаба, толкании ядра. По результатам 4 соревновательных дней хозяева стартов завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Это главная новость Чувашии. На этом я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!